Участвуйте в акции от Letyshops и Яндекс.Деньги. До 30 июня при выводе средств на Яндекс.Кошелёк получите специальный Leti-код на повышенный в полтора раза кэшбэк во всех магазинах. Алиэкспресс и Ламода по 7,5%. Покупаешь на лето одежду или недорогой смартфон, экономишь, делишься ссылкой со своими друзьями и ещё зарабатываешь на этом. А расширение для браузер-то какое удобное! Мама дорогая, держите меня семеро! Всем здорова! Примерно месяц тому назад ко мне пришёл вот этот вот ультрабюджетный красавец. Называется он Лигу М8 Про. Стоит он 80 долларов. И за эту цену пользователь получает очень много плюшек. Это огромный IPS-экран размером 5,7 дюймов, огромная аккумуляторная батарея на 3500 мАч, которую даже мне хватает на полный рабочий день использования, наличие 4G интернета, 2 гига оперативки и 16 по стоянке. По стоянку можно расширить microSD-карточками, причём здесь используется не какой-то там гейский комбо-слот, а полноценные два слота для двух сим-карт и отдельный слот для microSD. Конечно, глупо требовать от подобного ультрабюджетника чего-то сверхъестественного. И, конечно же, у него есть минусы. В частности, их три таких больших. Это первый, камера, которая довольно-таки посредственно снимает, но это неудивительно для смартфона за 80 баксов. Второй минус, довольно слабенький процессор MT6737 с видеоскорителем Mali-T720. И третий, это отвратительная лагучая прошивка. Если с первыми двумя я ещё могу смириться, потому что ничего не могу сделать, то вот с третьим я мириться не стал и прошил данный телефон на прошивку Lineage OS. Это кастом от сторонних разработчиков. На моё удивление, для Лигу М8 Pro оказалось целых 4 кастома. Два на основе Android 6 и два на основе Android 7. Lineage OS у меня находится на Android 7, и именно он мне показался наиболее интересным. Потому что Lineage OS я ещё ни на один свой смартфон не ставил, и думаю, ну попробую поэкспериментирую, изменится ли что-нибудь. Последовательность действий для прошивки довольно-таки проста. Классическая. Ставим сперва SP Flash Tool, через него ставим Root и Recovery, и через Recovery уже накатываем кастомную прошивку. Ссылку на подробную, тщательную инструкцию я оставлю в описании под этим видео. Если вам интересно, как прошить Лигу М8 Pro, добро пожаловать на форум. Если у вас остались какие-то вопросы, то спрашивайте именно на форуме. Если вам совершенно ничего не понятно, то это нормально, значит вам не нужно прошивать Лигу М8 Pro. Ну и последнее, что вы должны знать об этой прошивке, это то, что Lineage OS это последовательник... Последовательник... Lineage OS это преемник Cyanogen Mode. Cyan сейчас не существует, он полностью развалился, ни одна мобилка его больше не поддерживает. Вернее, наоборот, он не поддерживает ни одну мобилку. И команда Lineage OS разрабатывает всё своё программное обеспечение, опираясь на наработки именно Cyanogen Mode. Ну, довольно болтовни, давайте посмотрим, что же вышло после прошивки. Как изменился смартфон и стоит ли вообще прошиваться? Поехали. Первое, что замечаешь сразу после прошивки, это явно изменившуюся скорость работы. Раньше телефон работал шустро, но всегда были микрофрезы. Например, работает, работает и тут бац, какой-то затуп на 1-2 секунды. И потом снова нормально работает до следующего фреза. Такие затупы ничем не обоснованы, они просто были. На Lineage такого нет, прошивка будто сделала из него новый смартфон. Молниеносно открываются приложения, переключение между запущенными программами стало заметно быстрее. И в целом операционка визуально стала приятнее. Нет никакой китайщины, ненужных приложений и лишних настроек, которыми и так никто не пользуется. Хардверно не изменилось ничего. Аппарат не стал греться, жить меньше или больше от одного заряда. Качество снимков, звук и прочее осталось на прежнем уровне. Смартфон просто стал работать быстрее. Он перестал тупить и теперь им даже хочется пользоваться. И конкретно в данном случае Lineage гораздо лучше стока. Какие новые фишки появились после прошивки? Первое, о чем стоит сказать, это рут-права. Они есть. Как опция в Lineage OS можно добавить рут и самому выбрать, нужен он тебе или нет. Потому что многие приложения сейчас ругаются на наличие рут-прав, например, какие-нибудь клиенты банков. В любое время рут-права вы можете включить или отключить. Вторая плюшка — это защищенные приложения. Тут все понятно. Это защита конкретного приложения паролем, пин-кодом или отпечатком пальца без стороннего софта. Очень полезная функция, если вы хотите, чтобы посторонние люди не копались в вашем телефоне без вашего ведома. Ну и последнее — это Live Display, который помогает вам уберечь свои глаза от лишней нагрузки в ночное время суток. По факту, просто желтый экран. В лаунчере есть рабочие столы с кириллками приложений и виджетами, а также основное меню со списком всех установленных программ. Меню вызывается свайпом снизу вверх по главному экрану. Свайп же сверху вниз открывает шторку уведомлений. Кстати, уведомления настраивать не нужно, все сразу приходит. Красота! Несмотря на малый объем оперативной памяти, в смартфоне всего лишь 2 гигабайта. Сейчас этого объема уже впритык, но смартфону этого вполне достаточно для повседневных задач. Очень редко перезапускаются приложения, вкладки в браузере тоже могут перезапускаться, но гораздо реже, чем на стоке. Игровая производительность, как и производительность в бетчмарках, также не прибавилась и не стала хуже на новые прошивки. В антуту такое железо набирает 28900 попугаев, гигбенч 4, синглкор 542 и мультикор 1579. МТ6737 это ультрабюджетный чип, он не создан для эпичных баталий на ультра настройках графики, но на низких настройках графона можно поиграть во все. Казуалки так вообще щелкает на раз-два. И вот таким нехитрым способом можно кастомизировать ультрабюджетный смартфон Лигу М8 Про. И за 80 баксов, а это для такого аппарата сущие копейки, получить вполне адекватный девайс с кучей плюшек. А если поставить на смартфон какие-нибудь крутые обои, то вообще песня. Лично мне Лигу М8 Про скорее понравился. Их аппараты одни из немногих, более-менее нормальных на рынке ультрабюджетников. Самое главное, что компания тщательно относится к сборке всех аппаратов и следит за качеством аккумуляторных батареев. Если считать плюсы и минусы смартфона, то получим следующее. К минусам я бы отнес камеру, игровую производительность и стоковую прошивку, которую в этом видео мы с вами поменяли. А вот к плюсам, кроме стоимости, я бы отнес материалы корпуса и сборку, дисплей, объемы памяти, железо с поддержкой 4G, энергопотребление и время жизни от одного заряда и наличие аппаратных фишек. У смартфона есть сканер отпечатков пальцев, отдельный слот для microSD и даже FM-радио. Что можно сказать в итоге? Мне всегда нравилась идея, что можно купить в Китае какой-нибудь ультрабюджетник от какой-нибудь малоизвестной китайской компании, которая делает хорошие смартфоны из нормальных материалов. Немного приложить к нему усилий и своего интеллекта, после чего на выходе получить за очень вменяемую цену вполне годный смартфон. В принципе, я и доказал на своем примере, как это можно сделать, не потратив при этом кучу времени, сил и главное денег. Лигу М8 Про, как, впрочем, и другие смартфоны данного производителя, неплохой ультрабюджетник, вполне достойный своего ценника. Лигу делает и очень дорогие смартфоны, аж по 200 долларов за штуку, но там такая дичь, что я вам не советую их брать в свое личное пользование. А вот такие дешевые, хорошие аппараты вполне могу советовать к покупке. На этом все, читайте форумы, учитесь прошивать смартфоны, в этом нет ничего сложного. Ничего не бойтесь, всем спасибо за внимание, всем пока.